Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили. И сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшую шаурму в хлебе. Я, если честно, думала, что она будет в лаваше. Я забыла уточнить, они мне прислали в хлебе. В хлебе я не очень люблю, но съем. Почему бы нет? И здесь у нас с вами небольшая порция чечевичного супа. Я очень переживала, когда они сказали, что могут отправить чечевичный суп. Боялась, что там разольется и все дела. Я умею готовить чечевичный суп, ребята. Как вкусно! Прям горячий привезли. Я очень люблю суп. Именно чечевичный. Конечно же, Айка сразу заляпалась. Вкусно тища. Прям хорошенько посолили. Обычно в ресторанах добавляют мало соли в чечевичный суп. Это жутко раздражает. Чего вам жалко? Соль добавьте побольше. Но, понятное дело, что не все любят. Здесь просто бомба. Кока-кола. Иногда можно себе позволить. Заказала прям у них же. И вот такой вот огромный красавец. Давайте покажу, что внутри. Вот так вот. Здесь мясо, помидорка, огурчик. Там у них акция. Это что-то вроде бизнес-ланча. А чем я не бизнес-мен, слушайте? Давайте немножко пройдемся по вопросам. Какая была у тебя самая ужасная ссора с родными? Расскажи, пожалуйста. И часто ли бывает, что ты ругаешься с близкими людьми? Честно, не часто. Я некомплектный человек. Недавно у нас была ссора с братом. Я не прочь всегда позвонить и помириться. Я считаю, что не бывает, что прям в ссоре виноват один человек. Всегда оба. Я стараюсь не раздувать из мухи слона. Как-то проще решать вопросы. Потому что чем взрослее мы, например, с братом становимся, тем мы становимся разными. Поэтому... Ой, как вкусно! Поэтому всегда нужно уметь находить точки соприкосновения. С папой мы ругаемся крайне редко. Хотя в последнее время очень часто ему звоним. Что-то обсуждаем. Он всегда меня поддерживает. Всегда за меня. За мои идеи. В общем и целом, я не могу сказать, что с кем-то из родственников. Я, например, в ссоре. Да, есть родственники, с которыми я общаюсь, например, ближе. А есть родственники, с которыми я почти не общаюсь. Но я... Ни в ссоре, ни с кем. Я считаю, что родственники, они не обязаны общаться. Если они хотят, они общаются. Если не хотят, они не общаются. Ну и в ссоре быть, не знаю. Обсирать друг друга, это тоже не мое. У меня есть двоюродная сестра. Она живет очень близко. То есть она живет по ту сторону метро. Я живу по эту. Просто она старше меня лет на 10. Может даже больше. У нее уже дети, семья и все дела. И все-таки у нас разные интересы. Разные взгляды на жизнь. Все-таки вот этот вот возрастной барьер, он чувствуется. И это не значит, что я к ним как-то плохо отношусь и все такое. Просто мы как бы не особо общаемся. Просто как дальние родственники. А, например, мой двоюродный брат, у которого я работаю. У нас с ним очень близкие отношения. Потому что он очень такой, знаете, продвинутый. Он очень современный. В любой сфере можно у него что-то спросить. Я всегда восхищаюсь очень умными людьми. Ему 40 с чем-то лет, но он выглядит, ну, на 25, на 27 лет. Вот. И дело тут даже не во внешних каких-то данных. Ему можно задать вопрос, связанный, например, с налогами. То есть очень интересно с ним. Возможно, если бы я рано вышла замужем, у меня тоже были бы дети. Мне бы было интереснее, например, со своей двоюродной сестрой, у которой дети. Вот. Так что стараюсь со всеми общаться, дружить. Прямо разваливается. Но очень вкусно. Прямо очень. Не на всех родственников я подписана. Могу объяснить. Очень часто, вот, друзья, на свою страницу в Инстаграме я принимаю не сама. То есть иногда бывает 300 запросов. Сидеть по одному, это все добавлять. Это очень много времени уходит просто в пустую. Пароль от моего Инстаграма есть у моего брата. Он заходит, всех добавляет. И так далее. Это очень удобно. Поэтому я могу что-то не увидеть. Однажды... Моя родственница обиделась на меня, что в ютубе она написала мне комментарии, а я ей не ответила. Я говорю, так я много кому не отвечаю. Я часто не вижу комментарии. Она говорит, ну это другие люди, а я твоя родственница должна была мне ответить. Фишка еще в том, что она написала с аккаунта своего мужа. Как я должна была понять, что это она? Не знаю. Но она прям в лоб мне предъявила. Азиза задает вопрос. Азизочка, тебе огромный привет. Она из Бишкека. Разница между успешной женщиной и счастливой. Я считаю, что счастливая женщина может быть и успешной. Почему нет? Успешной это не обязательно, знаете, иметь 3 высших образования, офигенную работу, крутую тачку. Ты можешь быть учителем, например, в танцах, учительницей, быть востребованной в своей области и быть счастливым человеком. Я, наверное, повторяюсь, но я скажу одну вещь. Есть люди, они просто не умеют ценить то, что у них есть. Они не умеют быть счастливыми. Даже в отношениях. Например, выносят мозг к своему мужчине, что это не так у тебя, то не так. Зарабатываешь ты меньше, ты косой, кривой и так далее. А просто потом, когда он разворачивается и уходит, они начинают плакать и горевать. Успешность для каждого человека это что-то другое. Например, я считаю, что я успешный человек. Но, возможно, кто-то смотрит на меня и думает, просто жрет на камеру, что же здесь такого, работает в строительной фирме, чего же она добилась в жизни. Но для меня я успешный человек. Я довольна своей жизнью. Но если выбирать, например, семейным счастьем и карьерой, я рада, что пока что я выбирала карьеру. Дети, это прекрасно. Дети, это цветы жизни. Я смотрю инстаграм Самойловый и просто восхищаюсь. Мне очень нравится качество фотографий. И вообще, как выглядит Самойловый, как она общается с детьми. Идеальная просто картинка. Вот многие, кстати, спрашивали, как тебе инстаграм, например, Пушман. Пушман, например, это моя любимая блогерша, но ее инстаграм, например, мне не нравится. Вот эти пресеты, типа идеальный инстаграм. Как-то без эмоций, как-то не по-живому, так скажем. А вот инстаграм Оксаны Самойловой, это шедевр, честно. Мне очень нравятся фотографии ее детей. Такие милые дети. Я прям очень люблю маленьких девочек. Именно меня умиляют девочки. Я бы очень хотела дочку. Я смотрю на ее инстаграм и вау, не то что черная зависть, а белая зависть. Крутая фигура. Замечательные дети, воспитанные. Сама такая, знаете, красивая. Она и успешная, она и семейная. Ну, я, например, для себя не хотела бы четырех детей. Потому что это в финансовом плане очень тяжело. Потому что хочется, чтобы твой ребенок рос. и у него все было, чтобы он завтра, например, твой ребенок не пришел и не сказал, что мама, у всех там айфоны, а у меня нету. Купите мне тоже. А у меня, например, четверо детей, я каждому купить не могу. Если есть возможность, то почему бы не иметь и троих? Но если такой возможности нет, то лучше обойтись. В общем, на этом все, ребята. Было очень вкусно. Хлеб у меня здесь остался. Он немножко подгоревший. Я вам во влоге показывала. Снимаю, кстати, сегодня влог. Влоги вы хорошо смотрите. Я безумно рада этому. Всех люблю. Целую. С вами была Эмили. Всем пока!